Погребение заживо как способ смертной казни был известен еще со времен Древнего Рима. К примеру, Весталка, нарушившая обет девственности, погребалась заживо с запасом пищи и воды на один день, что не имело особого смысла, так как смерть обычно наступает от удушья в течение нескольких часов. Путем погребения заживо были казнены многие христианские мученики. В 945 году княгиня Ольга приказала закопать живьем древлянских послов вместе с их ладьей. В средневековой Италии заживо хоронили нераскаившихся убийц. В Запорожской Сечи убийцу хоронили заживо в одном гробу с его жертвой. Также подобный вид казни использовали нацисты по отношению к еврейскому населению СССР во время Великой Отечественной войны. Однако на данный момент российскому законодательству умышленное погребение заживо приведшее к смерти квалифицируется как убийство, совершенное с особой жестокостью. Страх быть погребенным заживо, тафофобия, является одной из распространенных человеческих фобий и не без оснований. Еще в 70-х годах 18 века герцог Мекленбургский ввел обязательную отсрочку похорон до третьего дня после смерти для предотвращения возможного погребения заживо. Вскоре эта мера была принята в ряде стран Европы, а вскоре размеры этой фобии привели к тому, что начиная со второй половины 19 века и вплоть до 1934 года в странах Европы и Северной Америки были нарасхват специальные безопасные гробы, оборудованные средствами спасения для погребенных заживо. Страх быть погребенным заживо испытывали ряд известных личностей. К примеру, Гоголь и Цветаева боялись быть похороненными живьем и специально это подчеркнули. Гоголь в выбранных местах из переписки с друзьями, а Цветаева в предсмертной записке перед самоубийством. Известной жертвой страха погребения заживо был Альфред Нобель, у которого этот страх являлся наследственным. Его отец, изобретатель Эммануил Нобель, также боялся быть похороненным заживо и даже изобрел один из первых безопасных гробов. Британский писатель Уилки Коллинз также страдал данной фобией, причем в настолько сильной форме, что каждую ночь оставлял предсмертную записку, в которой просил читающего тщательно удостовериться в его смерти, если он не проснется. По этой же причине философ Артур Шопенгауэр завещал ждать со своими похоронами пять дней после смерти, в результате чего похоронам философа мешал запах разложения тела. Своего рода легендой стала жительница Манчестера Ханна Безуик, богатая англичанка, испытывавшая патологический страх ошибочного погребения заживо, причем у нее были для этого основания, ее брата по ошибке чуть не похоронили заживо. В соответствии с завещанием, тело Ханны Безуик после ее смерти в 1758 году было забальзамировано и более ста лет сохранялось без погребения для периодической проверки на наличие признаков жизни. За время своего существования мумия Ханны Безуик приобрела широкую известность под названием «Манчестерская мумия», несколько десятилетий являясь экспонатом Музея Манчестерского общества естествознания. Лишь в 1868 году, после признания Ханны Безуик безвозвратной и несомненно мертвой, ее тело было наконец предано земле. Случаи захоронения заживо в древности и средние века несомненно были и породили массу легенд про упырей и оживших покойниках. А как же дела обстоят в наш просвещенный век? Считается, что при современном уровне медицины в развитых государствах ошибочное погребение заживо исключено полностью. Однако неоднократные случаи неверного установления смерти, как правило вследствие ошибки обывателей или безграмотности врачей, зафиксированы и в наше время. В 2003 году 79-летний итальянский пенсионер Роберто де Симоне был признан врачами умершим и доставлен родственникам для похорон. Когда уже все было готово к траурной церемонии и должны были закрыть гроб, Симоне открыл глаза и попросил воды. 15 августа 2003 года 73-летний вьетнамец Нгуэн Ван Кван 7 часов пролежал в холодильнике морга, после чего было обнаружено, что он жив. В 2007 году врачи дублинской клиники Майтер Хоспитал ошибочно признали мертвым 30-летнего пациента и отправили его в морг. Ошибку в диагнозе обнаружили служащие морга, которые пришли, чтобы забрать труп. В ноябре 2007 года жители американского города Фредерик, штат Техас, 21-летнего Зака Данлепа объявили мертвым в больнице города Уичита Фоллс, куда он был доставлен после автомобильной аварии. Родственники уже дали согласие на использование органов молодого человека для трансплантации, однако во время церемонии прощания он неожиданно пошевелил ногой и ладонью. 19 августа 2008 года в Израиле врачи Нагорийской больницы ошибочно признали мертвой недоношенную девочку и поместили ее в холодильную камеру. Через несколько часов, когда тело девочки извлекли для захоронения, она пошевелилась. К сожалению, спасти девочку не удалось. В январе 2010 года 76-летний Йозеф Гусь из Катовицы, Польша, чуть не оказался погребенным заживо. Врач официально констатировал смерть, но перед закрытием крышки гроба похоронный агент случайно прикоснулся к шее покойного и обнаружил биение пульса. 18 февраля 2010 года в колумбийском городе Калли мертвая 45-летняя женщина вдруг начала дышать и двигаться, когда сотрудники похоронного бюро готовили ее к погребению. 23 декабря 2011 года в одном из моргов города Симферополя произошел курьезный случай. Ошибочно привезенный мужчина пришел в себя во время репетиции группы, которая играет хэви-метал. Группа репетировала в морге по договоренности с руководством. По утверждению музыкантов, в этом заведении была подходящая атмосфера и тишина его не причиняла никому беспокойства. 4 февраля 2013 года 57-летний житель Псковской области был ошибочно признан умершим и помещен в холодильную камеру морга, где умер от холода. Погребение заживо исследовалось в пятом выпуске первого сезона передачи «Разрушители легенд». Выяснилось, что в закрытом и зарытом в землю гробу человек может безопасно находиться не более получаса и выбраться из гроба практически нереально.